вот это сидит владимир пащенко он был в отпуске так считает две недели и вот вопрос тебе как вот ты выехал с этого момента и пока возвратился где ты был какое твое внутреннее было состояние все ли выполнил что намеренно было не было ли каких-то таких препятствий сожаление что поехал не туда выехал я 8 18 сентября 2018 года это на урал сверловскую область артемовский район село покровская 100 километров от екатеринбурга примерно находится там меня живут родственники ну и плюс братья во христе через которых я обратился к христу вот это андрей смирнягин и володя пищиков у меня было как говорится две основные цели это встретиться с ними ну и с кем они там тоже встречаются проводят занятия поучаствовать в благовестии с ними вот а второе в чем-то помочь родственникам ну может где-то и посвидетельствовать приехал я 20 числа это было четверг вышел с поезда там у нас остановка соснята называется ну и пришел в дом там живет у меня тетя раньше я там жил с дядей валеры своим он умер остановка сердце было 46 лет вот она сейчас там живет это старше стра моей матери тетя наташа вот эти вот сколько я там находился дней около двух недель я находился там у нее дома именно помогал ей по хозяйству там у нее крышу ураган снес очень много там досок вырвала потому что старая крыша и ветер прошелся и пришлось закрывать клен спиливал сразу вспомнил все наши тут работы опыт постепенно за залазил там ветка за веткой все спиливал потому что он был в сторону дома наклонен а потом уже его полностью спилил тогда упал нужно куда мне надо вот а потом даже в другие места ездил встречался с родственниками тоже там ну и тоже помогал в основном а боги они слышать не хотят то есть это для недалеко и они даже немножко бы в штыки это воспринимали в храм ходят нет никто не ходит они живут просто неверующие вот и все то есть что-то так душе у них там есть в основном они боги не хотят ничего слышать вот самые такие приятные моменты были от когда я встречался с андреем смирнягиным это брат во христе он проводит занятия у него там у нас называется село покровского и там есть центр надежда там люди приезжают пожилые отдыхают то есть для них это организовано и каждый он через одну неделю туда ездит то есть одну неделю туда ездит благовестует там заезд у них на две недели этих людей через следующую неделю он заезжает опять туда приезжает опять благовестует там опять уже поменялись люди то есть разные люди там бывают еще одну неделю он ездит там у них есть тоже для учителей тоже отдельно отдыхают они и вот он там тоже проводит занятия не занятия благовестует именно также там я учителя не было вот именно только в этом надежде был тоже ездил мы поселок был наш этому каждое воскресенье проводит занятия по слову божьему там там священник отец игорь он сам не участвует священник только доверят андрею и андрей там сам проводит занять прямо в храме ну что места нету где проводить только храм я там поснимал тоже немножко так поучаствовал там даже одну тему задели молитве за умерших то есть милостыни и молитва то есть там научение такое что надо молиться за умерших даже если они были неверующие все равно вот эта милость и молитва может вытянуть из ада в рай перетянуть и мне пришлось там даже плечи вот это луки 16 главу привести что как господь сам говорит что не переходит ни туда и ни сюда то есть и зато никого не учишь его израил в ад не затолкаешь никого ну своими словами сказал все я привел это вот это занятие то есть они тут потом интернет разбор выставить и там поднялось и вот это там было полтора часа занятия так обычно час а тут на полтора часа затянулась и почти вот эту одну тему всю обсуждали там андрей пытался вывести там как раз послание якова проходили если но к этой теме возвращались лица за живое заделась и все вот и это потом были встречи на дому у двух человек это дмитрий кузнецов я его давно знающий был когда с ним не верующие даже вместе работали вот он уверовал тоже православный христианин а по нации кто я не знаю я даже не интересовался я знаю что он по-русски все время говорит на другом языке и он внешний вид его внешний вид до другой а я не задался этим вопросом при мне он никакой другой язык не используя только русский то есть он раньше одно время даже помогал андрею то есть в благовестии там снимал на видео ну и плюс распространял видимо тоже помогал потом там с одной женщины тоже встреча состоялась тоже видео ролик записан мне очень больные дети трое детей все все больные а больные чем ну что-то с головами у них на учете состоят все синага может пил поди не знаю ничего не знаю вот она сама не бабушка очень верующая была вот андрей с ней был знаком с бабушкой а бабушка умерла рак что ли случился и не вот он к не заезжает как это уже к дочери и и беседует там проводят к занятиям что воскресенье читает франь вот он проводит эти занятия я тоже немножко поучаствовал там виделся с братом володи крищиковым с ними ролик не получился записать мы решили на следующий воскресенье записать на второе уже но во второе воскресенье не получилось и так обстоятельства жизни что я к нему не мог попасть домой а так бы записала его и полностью его детей там хотел чтобы записать а первое воскресенье он не был готов не получилось ничего записать записал много роли этих вообще вы просили то самого начала самого начала я пояс сел со мной сели я ехал в плацкартном вагоне сели две женщины одна учитель химия что ли там где-то в деревне преподает а другая стоматолог где-то в городе вроде бы но и с ними благовествовал беседовал то есть хорошо прошло и как раз ними беседовал библию достал все читал им цитировалась библии в местописании и подошел мужчина с ребенком на руках ребенка то может годика два всего смотрю стоит слушать и гает аминь аллилуйя гид я сразу понял кто это православные так не говорят а значит кто-то из протестантов вот и потом он приходит ко мне там где побеседуем я пришел у него там 6 ребятишек бегают это жена у него там все и сели с ним начали так ну в общем говорили по библии там кое-что а потом я уже решил затонуть именно о рукоположении сперва крещение речь пошла вот ему места описания от реал деяния 238 22 16 деяния тоже у них интересно не толкует я привод тоже евангелия тяна 3 главе 5 стих что от воды и духа то не родится свыше не войдет царство небесное а он под мою под водой подразумевает что вот как господит из вас потягут и реки воды живой то есть говорится о слове божьем что тебя будет проповедь лица и здесь где тоже говорится о слове божьем то есть никакой воде не говорится а христос когда говорил кресились вердания то это тоже вот тоже вот я не где я привел говорил что окрещение что прощаются грехи и дается дар духа святого после крещения он где там где говорится именно что это говорится о слое божьем то есть не о воде не о воде то есть этому были такие молока не так понимали одеяние 22 16 как он тоже все так вот разумевает стань крестись а мы уже братом назвал все должен сделать вот так вот мне сказано слово мой я думаю я же написано хорошие люди все ребятишек а ереси еще больше я мой интересный грот вам какие псалмы нравится грот мне 138 это у меня какой-то там 72 что ли какой там и он имя право наизусть его процитировал рассказал ствина что слово боже это знает хорошо он руководитель там у них у баптистов вот это первое было то что потом я уже в екатеринбург приехал когда сборного до екатеринбурга доехал там вокзале пересел потом уже под утро поехал в себе в село покровское и тоже пояс сажусь а там обычно ну вот когда сиденья стоят такой вот вагон общий называется и сзади меня сели опять две пожилые женщины тоже уже другие только все смотрю одна женщина сидит и рассказывает вот ягод мне было ягод люблю книги читать первая моя книга которая прочитал это было в 14 лет мне ягод взяла куплина горит яма называется может помнить ему фильм конечно про проституция да да и она ведь я так увлеклась эта книга отец подошел где-то у меня забрал и тебе где-то рано еще читать такие книги вот она где-то мне это понравилось где-то читать молодая да вот а я вспомнил что я финта игру я повернулся к нему будут ягру это даже группе есть поставлены вы смотрели ангел ну вроде как бы смотрел рача там грудь чему-то научишь игру это видно что что до революции что сейчас нынешнее время человек то не меняется сил без бога без христа живет то есть разрад только в то время это не так распространено было как в наше время часто вообще в открыто это все дело даже на улице могут сделать не стыдятся этому вот так разговаривался и приложил евангелие они взяли евангелие у на красный меня с собой отсюда с ползунова когда зашел на ползунова в барновлю был я взял пачку оттуда и это еще там три человека подняли руки и попросили тоже евангелие им тоже дал евангелие вот и еще процитировал один из стихотворений называется никитин и вас савич новый завет у него помните да это вот да то есть одно из любимых у меня стихотворение вот я им тоже будут есть такой поэт а как раз это евангелие когда дарил вот как раз стихотворение процитировал наизусть все им понравилось тоже все потом вот когда в деревню приехал заснял два ролика как с поезда вышел как в дом где я покаялся перед господом то есть в этот домик небольшой ну и в дальнейшем вот это что я рассказал события происходили вот эти все дальнейшие ну в основном так вот на обратном пути у меня ничего в основном не было свидетельств там кое-кому только визитку дал и все то есть люди попались такие там основу все спали они все двое суток я двое суток но вы спрашивали еще все ли я выполню ну да что намещено было то есть у меня еще мысль не сначала это было но потом возникла я хотел еще в москву попасть еще даже вам писал сообщение что я задержусь до конца недели в чем там встречи состоялась я хотел встретиться с катя тинниковой это который у меня даже как бы подразумеваться в невесты очень с ней хорошо знаком и хотел с ней лично пообщаться потом там были другие братья уже созвонились и хотели встретиться которые нас знают именно через наш канал там один даже старая старообрядец он семинаре учиться московской подъема новые друзья могут появиться да там этот я договорился уже что квартира на два дня бесплатно не дают там один у нас тут крещение принимал дмитрий ермаков может помните бывший полицейский конечно да он умер который это принял от вещей а то ермаков сам петербурге баллон умер вот и но раз и вы написали что я сказал на две недели со вторника и по вторник это считается то мне пришлось вернуться хотя конечно на душе было огорчительно что я хотел все-таки сесть и встретиться вот ну и вот я считаю во вторник приехал вот на этой неделе по сей день здесь нахожусь и сегодня четверг уже позавчера летом а так слава богу то есть слава богу и посыхаем то старый торопимся 10 выезжать и писать себе сколько вот и принял на себя сразу все надо грузить грузить а что бы я делал то ты и концу недели а кто нам будет делать это так и так сколько смотри крыши я туда не лезу все что не делать пришел сразу дело за 2 сдвинулась с места конечно например андрею как мне вот не хватает помощника вроде как у него там разные были помощники в основном сестры души живые возрожденные но обстоятельства складывать что не приходится толк это одна в санте петербург уехала другая там другое место уехала и он без помощников опять остается да это плохо да но ему все равно господь посылает он где только опять же на временно то есть какое-то время проходит человек этот уезжает куда-то и господь ему другого помощника дает ну то есть пусть надеется на господа конечно господь усмотрит так он молодец он там проповеди читают занятия все это не единственном битме не хватает красных евангелий у него вот эти вот протестантские вот эти синие новозаветы гедеоновский вот мы были в центре надежда там вот видеоролики видно будет может даже я им раздал они после того как беседа прошла я уже не снимал женщина принесла 4 евангелия обратно вот этим новозаветы могут это они ведь не православным и не возьмем какие которые си это да 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 даже сам даст даже засомневались что мы православные ли хотя мы говорим что благословение у него от священника и от местного отец дионисий и от того ким он участвует в занятиях посел а ты-то не взял с собой что тебя разрешено здесь что который выдавали там и против закона и против закона позову нет нет я даже покажу там печать стоит и регистрация все официально я даже не думал об этом чтобы убрать да я думаю может даже и кучу главное что вот нету евангелия у него красных он где тут если бы мне помогли достать но я ему сказал адресом написан в конце евангелия в москве то есть попробует обратиться через священника так-то много несколько думаю миллиона повездано вот единственное у него преткновение то есть вот из-за этих новых заветов невежды потому что они не разбираются на данный перевод поясняет это все они люди не верят то есть они видят гидеон и все для них это все гидеон библейский персонаж но так и духовно как ты считаешь не ослабил я взялся да нет слава богу доктор с еще кто-то найдется это может зимой съездить если хотел ну я думаю ну под накопить сперва деньги ну вот еще они будут кто-то чтобы тут топить то был смеши договориться я утром еще я растоплю заради договориться это дело по праве муна ты очень и очень нужен был родственники и родственники тоже не хотели отпускать но я грачу от я с вами останусь ну и чудо выговора боги слышите вообще не хотите мне бы с вами совершенно единомыслия то нету никакого ну помогу его там что-то а дальше что не с вами вообще не интересно вы господа не прославить не хотите у вас только все одно и главное дети это больные это вот и что еще нет дети больные это у других это не у моих родственников у моих-то хороший ну как здоровый дети ладно по славу божию до славу всех какие-то там вопросы были чтобы ты потом вышел в skype поговорил нет но эти я с теми людьми не встретил с кем хотел у меня вопрос то есть там один одна девушка прислала мне вконтакте вопрос я его только не снова мне послал на пошли потом вопрос чем заключается как может молодая девушка которая сохранила себя послужить для христа то есть или все или она еще так задала что для христа но в то же время и женщина же создана все-таки для семьи то есть какой выбор выбор какой сделать вот такой вопрос это полина понимаете не как вот кидается почему тебе не взять то что апостол павел говорил монашества никакого не было еще триста лет до монашества и тонн как одобряет говорит выдающий игр делать хорошо они выдающие поступает лучше как она начиная не замужняя просто незамужней и все а тут начинает старая дева да самая старая дева дева мария еще заботись монастырях старая дева это плохо а если она еще несовершеннолетняя гуляет где-то так вроде бы и ладно как так так как было я знаю сколько таких и не где-то у пятидесятников они между собой сестры как союз заключает останемся верными господу и почему называется невеста христова невеста христова а мужу не угодишь никогда что интересно я тут сейчас покажу финт этот видел говоришь огнеупорный огнеупорной дамы вчера с надежи васильна смотри но понравился фильм да понравился вот понравился а сейчас пошли ответы это я его этот фильм то людям дал а теперь посмотри какие пошли ответы вот я открываю и вот здесь вот сайт к истине это к истине степаненко максим вот и он пишет благодарю за ссылку просмотрел фильм уже продумал статью во мне вы мне дали хороший повод к новой публикации в любом свете фильм является зловредным очень зловредным для мужчин которые являются лидерами главами семьи и не потому что там сектанты название статьи огнеупорный как пожарный сектант пытается 40 дней угодить фригидной стерве инструкция для американских оленей как полностью починить себя доминирующие жене и при этом ощущать себя счастливым тут есть на чем подумать то а другие мне отвечали да вы хороший фильм там это и сразу сейчас как пошли мне вера метрохин отвечает она до этого тоже говорила хороший фильм мир вам отец игнати ну что мне сказать на слова этого человека могу только одно что пчела ищет нектар а муха то что ей по вкусу у каждого свой вкус нам нужно быть как курочка отгребать от себя все плохое что встречается в нашей жизни и все хорошее впитывать да умудрить на всех христос господь вот дальше иван жарковский здравствуйте хороший фильм понравился ли вам фильм бог не умер анастасия господь говорит что если извещешь изничтожного полезно будешь как его уста а я написал об этом фильме фильм протестантский но можно извлечь хорошее вот здесь вот фильм не православный фильм но пользу можно извлечь немалую мысль обо всем во свете святой библии марина христенко ну чего не такие злые то димитрий гарякин но это и лезет кто-то связать себя хочет блокировка блокировка а тут кто-то еще заходил заходила загидулина рахиль вот такую она выставила сейчас покажу где-то рахиль она тоже смотрела этот фильм вот она рахиль загидулина она вот какую выставила фигуру до этого говорила тоже фильм хороший все а тут сразу так огнеупорный советую всем посмотреть и говорю фильм принесет пользу максиму степаненко тоже пользу но максим степаненко он глубоко смотрит это не просто так он до многие годы был начальник или управлять не знаю как назвать глава миссионерского отдела томской епархии московского патриархата но и женщин которая без мужей наживает он на вторую букву алфа это их на 5 букву их назвал ну и как понялись и на него все а я в это время в собрании выступил ну как выступил сказал что требуется молитва такой-то человек он мне первый раз встретился такое-то а потом приезжал у нас здесь и принял крещение так и на него там обрушились не знаю как я его зазомбировал я гуру 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 как голуби воркует вокруг меня враги гуру гуру ну что сказать то вот такое дело ну что я благодарю бога что так все получилось вот так еще больше тут нет у меня благодарю за этот за рассказ хорошую тебя отпуск был благословенной тем более ролики заснял но раз володя не получилось что он приезжает может комбайн будет ремонтировать благодарю все тогда снова христа надо идти обед уже тоже